Чемпионат мира – главный смотриный в мировом футболе. На каждый мундиаль приезжают сотни тренеров и скаутов со всего земного шара, которые просматривают игроков из каждой сборной, даже из Панамы и России. И очень хочется, чтобы этим летом наши игроки – Головин, Смолов, Мирончуки – получили шанс заиграть в топовом европейском чемпионате. Что ж, посмотрим, что они покажут в матче с Ругваем. А для кого успешное выступление на мировом первенстве стало поворотным событием в карьере? Это топ-10 футболистов, ставших звездами на чемпионатах мира. Десятая строчка – Фабио Гросса. До Мундиали 2006 уже 28-летний итальянец играл в середняке серии А – Палермо, и никто не ожидал от него ничего сверхъестественного. Но на первенстве Гросса стал национальным героем. Сначала заработал в 1-8 пенальти на 95-й минуте, которая позволила сборной Италии пройти дальше. В полуфинале Фабио забил победный гол на 119-й минуте ворота сборной Германии, а в финале реализовал решающие 11-метровые ворота Франции в послематчевой серии. Вау! Разумеется, герой нации сразу же приобрел Интер, и в следующем сезоне выиграл с ним Скудетто из Суперкубок Италии. И пусть железным игроком основы Гросса там не стал, зато после перешел в Лион и Ювентус, где и завершил карьеру. Но вы прикиньте, уже 28 лет у тебя ни одного титула за карьеру. Ты в каком-то там непонятном Палермо, и никто от тебя ничего не ждет. А ты берешь и всего за один месяц переворачиваешь карьеру с ног на голову. Становишься героем нации, переходишь в лучшие клубы и берешь кучу кубков. Класс? Класс. Девятая позиция. И тут два игрока сборной Колумбии образца 2014-го. Хуан Куадрадо и Хамес Родригес. Первый до Мундиали неплохо играл в средненькой Фиорентине, и был известен только любителям итальянского футбола. А вот после турнира в Бразилии о Вингере узнали все. Куадрадо стал лучшим ассистентом на первенстве. На одну голевую передачу ему требовалось чуть больше 90 минут. Талант колумбийца заметили Гранде, и уже летом он перешел в Челси за 31 миллион евро. Дальше был Ювентус и куча трофеев. Хамес же за год до чемпионата мира перешел в Монако, уже в роли одного из самых талантливых игроков планеты. Однако то мировое первенство резко ускорило взлет колумбийца. Хамес помог Колумбии выйти из группы, а потом в одиночку решил исход матча с Ругваем, забив два мяча, один из которых признали лучшим в том году. Дальше символическая сборная турнира, звание лучшего бомбардира и молниеносный переход в Реал аж за 80 миллионов евро. Восьмые два игрока из золотого поколения Сенегала на чемпионате мира 2002. Эль-Хаджи Диуф и папа Буба Диоп. Они стали главными творцами сенсационного выхода Сенегала в четвертьфинал. Хотя перед мундиалем Диоп играл в Швейцарии, а Диуф во французском Лансе. И даже в местных чемпионатах о них не все знали. Но летом 2002-го все изменилось. Диоп забил на турнире три мяча, включая победный в матче открытия, тогда действующему чемпиону мира сборной Франции. И в итоге трехцветные вообще не вышли из группы. И Диоп после ЧМ транзитом через Ланс проследовал Фулхем, где стал любимцем болельщиков и провел в АПЛ шесть сезонов. А вот Диуф на Мудиале вообще был лидером африканских львов. Он попал в символическую сборную турнира и его сразу купил Ливерпуль. Там, правда, из-за сложного характера прижиться Сенегальцу не удалось. Но зато позже он закрепился в Болтоне и на 10 лет стал одним из самых заметных игроков английской премьер-лиде. Седьмая строчка. Мирослав Клозе 2002. Вообще именно чемпионаты мира принесли немцу статус супер-звездного футболиста. Лучший бомбардир в истории ЧМ 16 мячей. Однако тот Мундиаль стал началом пути Клозе к мировой славе. До него молодой Мира играл в середняке Кайзер Слаутерне. Однако на первенстве мира Клозе показал мега-результат. Он отличался в каждом матче группового этапа. Разделил с бразильцем Ривалда серебряную бутсу и попал в символическую сборную турнира. Так что немецкая пресса стала сравнивать Клозе с легендарным Гердом Мюллером. Игрок еще на два года задержался в Кайзере. А дальше были Вердер, Бавария, Лаццо и звание лучшего бомбардира в истории Вундестим. Шестая позиция. Марсело Салас, 98. Эль Матадор играл в родном чилийском и аргентинском первенствах. Однако на чемпионате мира удивил всех, став лидером сборной Чили и забив 4 из 5 голов своей команды, чем помог ей выйти в плей-офф. Такой ошеломительный результат не остался незамеченным. И уже летом Марсело переехал в лучшую лигу мира на тот момент в серию А. Лаццо заплатил за футболиста почти 18 миллионов евро. В Италии Салас раскрылся, попал в список претендентов на золотой мяч, перешел в Юве, выиграл три Скудетта и дошел до финала Лиги Чемпионов. А в 2003-м Спортинг чуть не обменял в Ювентус своего молодого и перспективного паренька Криштиану Роналду на суперфорвардом Марсело Саласа. Спортинг даже был готов доплатить, но Марсело в последний момент отказался ехать в Португалию. И Криштиану продали в МЮ. Весело, правда? Друзья, сейчас перейдем к первой пятерке, а пока такой вопрос. Вы же наверняка видели, что Юлиан Дракстлер, Филиппе Каутиньо, Харри Кейн и Альваре Марата сейчас являются амбассадорами глобальной компании в поддержку лимитированного аромата Boss Bottled United. Так вот. На Sports.ru стартовал творческий конкурс прогнозов, главный приз в котором – поездка на матч-клуба одного из этих четырех амбассадоров компании. Покажи, какой ты эксперт в футболе и поборись за призы от Boss Parfums. Ссылка на конкурс внизу в описании. А мы продолжаем. На пятой строчке – золотое поколение сборной Турции 2002. Сенсационно взявшие бронзу турнира. Тут отмечу Алпая Азамана и голкипера Рюшту. Алпай тогда показал суперигру в защите, попав в итоговую символическую сборную турнира. После Мундиаля им интересовалась Барса и Интер, но главный тренер Астон Виллы, Грэм Тейлор, в который тогда играл Азаман, отказался продавать игрока. За турка вступился даже вратарь МЮ Петр Шмейхель, не понимавший такого поступка коуча. Однако Алпай остался в команде еще на сезон, но играл спустя рукава. Так что через год его все же продали, но футболисту было уже 30, и хорошие условия предложили только корейцы и японцы. Туда Азаман и отправился. Заработал денег, а в 32 вернулся в Европу, в Кёльн, и снова показывал классный футбол. А вот Рюшту до 30 играл в турецком чемпионате за Фенербахче. Однако на Мундиале тащил вообще все. Его чудо-сейвы довели сборную до полуфинала. А там в матче против Бразилии он не раз мешал забить Роналда и Ревалда. И невероятно сильные южноамериканцы победили с огромным трудом. В итоге Рюшту вместе с Оливером Каном был признан лучшим вратарем турнира. Попал в символическую сборную и через год перешел в Барселону, где, правда, конкуренцию у Вальдеса выиграть не смог. Но зато стал мировой звездой. Четвертое место. Игроки сборной Ганы на ЧМ 2010. Кевин Принц Буатенг и Асамоа Гьян. Первый в рамге футболиста Портсмута дебютировал за сборную меньше, чем за месяц до Мундиаля. А в Южной Африке Буатенг создал больше голевых моментов, чем любой другой игрок чемпионата. И параллельно прекрасно отрабатывал в защите. 18 успешных отборов из 20 и 12 перехватов. Так что летом Ганец сразу же перешел в Милан и стал основным. А Асамоа уже был тогда перспективным игроком французского Рена. Однако именно Мундиаль показал, на что он по-настоящему способен. Самый бьющий игрок турнира. Три гола, попадание в список номинантов на золотой мяч и как итог переход в Сандерлэнд за 16 миллионов евро. Дег Ян провел неплохой сезон, мог перейти в Тоттенхем, но разорвал контракт и уехал на огромную зарплату в Эмираты. Он стал одним из самых высокооплачиваемых игроков мира. Променял карьеру на деньги. Да, но зато благодаря чемпионату мира обеспечил свою семью поколений, наверное, на 10 вперед. Третья позиция. Пак Джи Сун и Хён Мён Бо из Южной Кореи, неожиданно дошедшие до полуфинала на чемпионате мира 2002. Пак приехал на турнир в возрасте 21 года. Стал одним из лидеров команды, забил победный мяч Португалии и надолго засел в голове у главного тренера сборной Кореи Гуса Хиденко. Потому что через год Гус стал менеджером голландского ПСВ, перевез Суна в Нидерланды. Тот заиграл еще круче, перешел в Эмью и на 10 лет стал главным футболистом Азии. Но лучшим игроком той Кореи был Хён Мён Бо. Уже 33-летний кореец был непроходим в защите, за что попал в символическую сборную турнира и даже получил бронзовый мяч, уступив в голосовании только Роналдо и Оливеру Кану. Однако из-за возраста Хона боялись покупать гранды, и он уехал покорять МЛС в Лос-Анджелес Галакси. И вот ведь это тоже классно, что чемпионат мира не только возможность для молодых футболистов уехать в европейские чемпионаты и стать суперзвездой, но и шанс для возрастных получить хороший контракт в Китае или там МЛС, чтобы обеспечить себе долгую и счастливую старость. Игнаш, твоя очередь! До 45-ти сможешь? Второе место. Миссут Азил. До судьбоносного мундиаля в ЮАР немец являлся лидером, но Вердера. Однако на чемпионате мира всех шокировал. Азил создал больше всех голевых моментов с игры, отдал три голевых передачи и забил красивейший победный гол с суперударом с полулета в матче против Ганны. Уэйн Руни после матча с Германией в 1-8 лично позвонил Фердисону и попросил купить немца в МЮ, так как был восхищен его игрой. Однако борьбу за Азилу выиграл Реал, где Миссут завоевал все внутренние трофеи и на несколько лет стал лучшим ассистентом мирового футбола. Ну и первое место – Кейлор Навас. Коста-риканский голкипер сезон до чемпионата мира провел очень хорошо, но в скромном Леванте, где 17 матчей отстоял на ноль. Но именно Мундиаль сделал его суперзвездой. На турнире вратарь в трех играх был признан лучшим футболистом матча и внес огромный вклад в первый в истории Коста-Рики выход в 1-4 финала. На Леванте сразу посыпались предложения от Порту, Ливерпуля, Милана и Барселоны, но настойчивее всех снова оказался мадридский Реал. Хотя в Наваса никто не верил, он казался временным вариантом, и такое чувство был куплен только из-за хорошей формы, пока не договорятся с Дехиа. Но дальше вы и сами все знаете. Навас доказал свою крутость. И в составе Сливочных выиграл вообще все, что можно, включая три подряд Лиги Чемпионов. Хотя до этого у него был лишь титул чемпиона Коста-Рики. Так что для Келора чемпионат мира в Бразилии стал буквально порталом в другое измерение. В измерение трофеев. Ну и бонус. Марко Матерация. Конечно, многим он был известен еще до Мундиаля в Германии, но на чемпионат мира ехал в роли запасного защитника. И так бы и не сыграл там, если бы не травма Несты. Марко неплохо провел несколько матчей, а в финале спровоцировал Зидана на тот самый удар головой. Лидера Франции удалили, и это стало решающим эпизодом. А Матерация узнал весь мир, и не только футбольный. И вот ведь совсем не важно, что сказал Марко Зидану. Важно, что та провокация Матерации помогла итальянцам выиграть Кубок мира. Ненависть всей планеты. Зато с золотой медалью на груди. Так элегантно стать антигероем. Талант. Пишите ваше мнение, кто после этого чемпионата мира станет мировой звездой и перейдет в топ-клуб. Может, Головин? Подписывайтесь на канал, подобных токов нет больше нигде. Прошлый выпуск про футболистов, несправедливо не взятых на этот мундиаль, смотрите, здесь. А 10 главных интриг мирового первенства увидите вот по этой ссылке. Да, и посмотрите наш тактический разбор игры сборной Аргентины с Месси. Это круто. Саня Журавлев, Мяч Продакшн. Пока.